я сижу в машине муж моет машину а то она такая грязная была после нашего путешествия по америке такая вот мойка выбираю что нужно там мыть с мощным с этим средством полировку вот это все внутри тоже надо будет мыть после собачати наше он шерсть везде вот на муж сказал вот эти вот чехлы мы снимем выкинем другие это он купил новые потому что шерсть везде и новые чтобы были тоже чехлы вот эту штуку и на я постираю она тоже снимается потому что мы купили чехлы только вот на вот эти два сиденья сзади там все было постели на застелено нормально постирать просто и все вот я заехала на работу отдала гостиницы одной моей пациентки и вот ну то что я привезла из миссури и загая и гостинцы привезла и сейчас поедем в банк потом за продуктами дома стирка но муж уже пару закладок сделал стирку вот дело море 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 дело разбирать вещи сейчас жду пока он домой от машину и потом поедем по делам сейчас приехали достаю игрушку для бруньки купили новую он ждет не дождется такая вот сова симпатичная у нее пищалка еще есть прыгать 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 сейчас бирку надо оторвать сейчас я перед домом вышла вчера я поливала и увидела что у агавы детки вышли вот здесь по краям вот одна деточка и вот здесь вот еще одна вторая так это на выглядит уже листья в этом году такие широкие стали в том году еще они узенькие были в этом году резко он стал расти и деток дал ему уже наверно года три я вас сажал он совсем маленький ну как не совсем маленький ну может сантиметров 20 высоту он был но он медленно растет вот и вот сейчас это он где тогда мы когда в отпуск уезжали я я полила ему очень обильно и вот две недели не поливала и вот он дал деток за это время вот но это лис здесь прям вот сверху мешать будет расти нужно будет подумать как лист поднять мой олеандр чик зацвел малюсенький какой уже цветочек а вот здесь отрядом розовый бутоны набрал тоже цвести будет и вот здесь тоже рядышком он розовый махровый вот этот белый обычно а вот это тоже розовый цвести собирается бутоны набрал они малюсенькие такие месяцев назад посадила тоже укореняла вон от того вон соседского олеандра и вот уже они принялись цветут сейчас мы вот ехали много кактусов цветет вот этот вот сагуара который рядом с нами растет он вон бутонов посмотрите сколько наверху вот с этой стороны особенно видно он наверху цветет он и столько и мелкой мошкары вот она опыляет и вот прямо тучи тучи вот это окатило цветет от эти два куста посмотрите этот такой оранжево-персиковый цвет и вон красный очень красиво и сейчас покажу вам другие кактусы которые цветут рядом вот уже какие кусты сейчас много чего цветет а вон посмотрите красота какая-то что за куст такой это китайская роза что ли очень похоже на китайскую роза смотрите как красиво супер здесь вот тоже какие цветочки вон шалфей техасский но это немного другой техасский шалфей у меня сизые листочки в дворе а это другие немного вон кусты смотрите какая красота сейчас от весна все цветет а вон кактус тоже цветет вот оранжево-желтыми цветами но я туда во внутрь уже не пойду это не мой двор вот здесь красота тоже какая апельсины еще на дереве еще не до конца убрали апельсины а вот дерево инжир инжир вот вот это вот тоже цветет какими цветочками интересными и вон там в конце улицы покажу сейчас кактус один тоже цветет вон тоже куст какой красивый это олеандр красный а то это дерево на тутовник похоже большое вон там в конце улицы этот кактус мне он так нравится мы живем здесь пять лет и вот первый раз я вижу за это время что этот кактус цвести начал поэтому я решила видео снять запечатлеть этот момент вам показать вот этот самый крайний кактус мне он так нравится такой красивый необычный и вот там посмотрите цветочки а уже видно от цвели которые они кругленькие становятся это видно семена уже созревают но они цветок вот распускается всего вот утром он распустился и где-то до трех дня он открытый а потом уже закрывается и все один раз он открывается цветок поэтому пока еще десять утра сейчас пока вот он открытый я решила сюда пройти и заснять а вот тоже смотрите кактус вот этот кактус огроменный вон смотрите цветок какой у него бутон вот эти уже отцвели по моему потому что я смотрю сухие бутоны здесь я не вижу ни бутонов ни цветов на этом кактусе а вот это громадный громадный какой кактус я вот смотрю нет я вижу только засохшие бутоны он уже отцвел уже отцвела вот такие вот кактусы здесь вообще а вот смотрите тоже на этом кактусе бутон не открылся вот тоже бутоны будут здесь цвести цветы по всей видимости розово-белые вот здесь видно розово-белые цветок вон там он тоже ничего не цветет а вот эти цветки белые чуть-чуть как будто желтоватые кремовые такие вот интересно ну все я пойду домой сейчас жарко так 10 утра жара уже такая в общем мы уже приехали из отпуска проколесили пол Америки были в Огайо в Миссури проезжали много разных штатов значит в Огайо один парень мы с ним договорились еще за месяц до того как я приехала я давала объявление на обмен я ему чайный гриб отвезла два хороших чайных гриба семена разные вот а он мне дал веточки от деревьев здесь веточки черного грецкого ореха тутовника два вида яблони и виноград вот в общем у него дедушка русский много деревьев привез с России какие именно деревья он не знает но у них участок большой и очень много хвойных деревьев фруктовых ну все деревья очень старые он говорит эти две яблони одна зеленая яблоня другая красная яблоня вот обе яблони очень вкусные плоды дают черные грецкие орехи он мне несколько штук дал с этой орешины они такие огроменные в общем привезла эти веточки вон видно уже распускаются листочки бочки я их буду укоренять сажать буду и еще значит вот это вот багряник канадский мы когда приехали в миссури сейчас вот весна и деревья цветут и по всему штату мы проезжали вот эти вот деревья и вот нам с мужем очень понравилось мы пытались угадать что это за дерево и вот когда мы приехали в информационный центр женщина там ну очень много нам брошюр дала рассказала про штат про город в котором остановились мы кстати там столько мест можно можно посетить столько музеев столько очень очень всего там находится самый большой в мире аквариум ну много чего там и там стояла коробка у нее вот с этими вот с молодыми деревцами я когда посмотрела на фотографию вот на эту я поняла что это за дерево здесь вот написано это багряник канадский и она говорит ну вот я с ней заговорила что нам понравились эти деревья мы не знали что это за дерево она говорит если вам надо забирайте берите сколько хотите она говорит все равно никто не берет они погибнут ну я на радость их взяла 11 штук вот вчера я ездила к одной своей пациентке на работе я то сейчас в отпуске но я поехала и отвезла и гостиниц конфетки там разные ну разные разности отвезла и два дерева она так же как я любит деревья ой у нее столько восторга было она говорит давно эти деревья хотела вот в аризоне эти деревья тоже растут ну я имею ввиду могут расти здесь я их не видела вот так что здесь вот информация кое-какая про деревья и вот здесь вот именно про это дерево описание и вот оно цветет вот видно здесь на фото розово-лиловыми цветами и вот цветки открывается сначала а потом уже листочки появляются и вот по всему штату вот эта вот красота везде-везде растут они очень красиво и вот посмотрите уже почечки видите то есть деревья живые по крайней мере несколько из них точно живые потому что видно зеленые почечки в общем и несколько дней они у меня лежали потому что мы пока приехали домой пока то-да-что сразу я их не посадила ну вот сегодня я уже вот сейчас этим займусь здесь вот они обернуты влажной бумагой вот в пакете ну с ними все нормально будет вот так что посажу деревья пусть растут вот вот хотела с вами поделиться вот у меня здесь осталось то есть я отдала женщины две два деревца у меня раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять а ну получается у меня двенадцать тогда было два три четыре пять шесть семь восемь девять десять а ну значит я двенадцать брала у меня десять сейчас вот осталось вот ну 10 деревьев это не значит что 10 деревьев все вырастут это не всегда так бывает редко если вырастут из этих всех 10 2 дерева до взрослого состояния это уже будет хорошо ну вот хотел вам показать вот эти вот черенки и вот эти деревца молодые пойду заниматься вот это вот уже у меня второй год растет мальва я срезала когда она высохла осенью и она от корня пошла опять второй год на мне выше трех метров было сейчас тоже уже высокая и такая высокая как было но уже тоже высокая семена здесь уже созревают такая от красавица на гладиолусы похоже на к гладиолусы особенно ты сдалека смотришь к гладиолус красавица а вот роза уже отцветает роза цвета и красавица а вот сухая роза но посмотрите она какая красивая насколько она красивая даже будучи сухой все можно увидеть красоту если стараться видеть красоту а если не стараться видеть красоту то нигде вы ее не увидите даже красиво роза сорт дон джоан джоан весной обильно цветет аромат у нее не ярко выраженный но зато вот такая красивая но обильно цветет я делаю обрезку периодически и вот новые ветки растут основание у розы с отверстиями и закрывала крышку и особенно когда вот очень жарко я открываю эту крышку заливаю воду в бутылку и вода идет прям вглубь корням вот такую вот хорошую полезную идея нашла в интернете так можно поступать любыми растениями с деревьями вот если что я не знаю по какой причине иногда образуется вот такие вот семена вот так вот выглядят да не вот а иногда вот такие вот пухлые вот с этой стороны такого нету просто они как бы вывернутые наружу вот если кто знает скажите в какой причине так бывают вот они как все наружу вывернутые иногда вот такие вот бывают я не знаю это я не знаю вот 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 вот